Здравствуйте, это Максим Шевченко и поговорим о том, что случилось в Сирии. Вы знаете, что последние несколько дней все социальные сети полны информации абсолютно достоверной о страшном разгроме ЧВК Вагнера, о том, что америкосы унизили Россию, убиты там сотни двухсотых, число убитых постоянно растет. Сегодня у нас в гостях мой друг Владислав Шурыгин, один из лучших военных экспертов России. Сам офицер в отставке, и Влад абсолютно точно знает, что там произошло, и расскажет нам, конечно, насколько это позволяет военная тайна, все детали сирийской этой... Все-таки трагедия, наверное, потому что погибло достаточно большое количество людей, да? Ну, все-таки, значит, из-за того, что абсолютно знает все только Господь Бог, офицер генерального штаба, как говорил один известный, товарищ должен говорить правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не всю правду. Но, тем не менее, безусловно, это трагедия. Безусловно, нужно понимать, что то, что произошло в Сирии, это такая драма для десятков и десятков людей. То есть, много погибших? Погибших много, но нужно понимать, что, во-первых, все-таки понять, кто погиб, понять, как погиб, и понять, какие обстоятельства. Ну, вот давай, смотри, вот давай сначала мы послушаем ту версию, которая распространяется в интернете, да? Ты, наверное, слышал вот это, причем, ну, достаточно известные журналисты, и Семен Пегов стал распространять этот аудио, и, там, не знаю, серьезные информационные ресурсы, и либеральные, естественно, ресурсы дают это как абсолютно достоверное свидетельство. Илья, привет. Вот то, что новости показывают, да, там, по телевизору, что, там, ну, в Сирии, там, 25 человек, там, раненых, там, сирийской, там, армии, там, ну, и так далее. Короче, это, нахуй, разъебали наших, вот, короче, в одной роте, в одной роте, нахуй, 200 человек, нахуй, 200 их, сразу же, в другой 10 человек, и вот про третью не знаю, но там тоже застрепали очень сильно вообще. Ну, давай начнем по порядку. Итак, вот, человек, некий Илья, привет, да, это уже все слышали, слышали сотни тысяч людей, это, на самом деле, наших, да, там, значит, как он, как военный, якобы, выражается, да, значит, скажем так, разгребали, да, так, заменим таким эйфемизмом, говорит, в одной роте, 202 сотых, в другой, 10. Ну, давай начнем, что у нас даже в советской армии, которая, в общем, любила большие батальоны, никогда ни в одной роте, 200 человек не существовало. 110 мотострелковая рота, десантная, там, чуть за 80, поэтому рассказ про роту в 200 человек, это просто бред, но давай предположим, что человек просто оговорился, там, в третьем подразделении, но здесь, в этом случае, еще есть военная статистика, военная статистика говорит, что на каждого убитого есть, как минимум, три раненых, даже в самых жестоких, там, компьютерных играх, где, там, очень любят убивать противника, все равно, вот, это соотношение выдерживается. В этом случае получается, что кроме 200 погибших, должно быть еще, ну, минимум, 200 раненых, если не предполагать, что они ходили и всех добивали в затылок. Ну, там, правда, сказки уже о том, что там по три часа висели Апач, гоняли по пустыне бедных русских наемников. И даже показывают, у нас есть вот компьютерная, как бы, инфракрасная съемка. Да, которая, на самом деле, выдается за реальную, а является просто компьютерной съемкой одной игры. Ну, да, вот эта вот игра AC-130. Да, совершенно точно, совершенно точно. Которую, кстати, Министерство обороны уже однажды показывало. Ну, в общем, да, то есть, в этом случае нам решили сильно не мучиться. Привычная оперативная информация по Сирии. Ну, это как-то, пиши мусульман, чем больше, тем лучше. Ну, вот, если предположить, опять же, что они их три часа гоняли и всех отыскивали, то тогда возникает, правда, вопрос, как они в этом случае перезаряжались и где получали в воздухе оружие. Или можно, как бы, предположить, что они вообще, что ли, три часа в воздухе висели, а всех... Ну, как Юнкерсы в 41-м, потому что они там двое стреляют, двое улетают, такой карусин. На самом деле, то, что мы видим, это очень грубое, причем действительно грубое ДЭЗа. Это вот это имя, да? Это абсолютная ДЭЗа. Тереверация пострадала, вот, били пиндосы, сначала артой накрыли, нахуй, опять, вот, а потом подняли хоть четыре вертовки и в карусель запустили, короче, из крупнокалиберных пулеметов, короче, всех унятили. Давайте теперь сразу переостанавливай. Первое. Человек, который говорит, не имеет ни малейшего понимания о том, как применяется современное оружие американцами. Никаких каруселей американцы не запускают, потому что они не идиоты, они не знают, есть ли на земле... ПЗРК, да. Они могут просто в этом случае понимать, что, то есть, как бы, вылетая, зная, что там, в принципе, достаточно обеспеченный противник. Это не Бармалии, там, по пустыне гонять игиловцев, у которых там, дай бог, если старые советские ПЗРК. Здесь сирийские войска, здесь у них, в принципе, все нормально. Поэтому днем, вот реально днем, на свету выпускать Апачи, которые еще вдобавок становятся в карусель, вдобавок начинают фигачить из каких-то крупнополиберных пулеметов, у которых, в общем, там просто нет, потому что у Апачи пушка. Это полный бред. Повторюсь, это хорошая ДЭЗа, то есть, это очень грубая ДЭЗа, которая хорошо сработала, видимо, потому что чем грубее, как говорил Т.Геббельс, тем лучше работает. А давай дальше. Вот, ну, не говоря там о каком-то ПЗРК и так далее. Короче, растрепали там вообще, ну, устроили АТО. И пиндосы конкретно, и чутко знали, что это мы идем, русские. Вот, наши шли завод отжимать, а они на этом заводе, короче, сидели. Вот это вот важный моментик. Теперь давай по порядку. Давай сначала сейчас мы вот с этой ДЭЗ, значит, мы русские шли отжимать завод, они сидели на этом заводе, и накрыли арт-подготовкой, судя по вот этой версии, да, и которую вот Илья привет назовем. Да, первое, возникает у меня личный вопрос, кто записывал. Как-то уж очень удобно записано, то есть, нет фактически второго голоса. Есть такой монолог, который вот в разговоре двух... Ну, знаешь, бывает же на Ватсапу ты наговариваешь, там моно такое посылаешь. Да, но это не разговор друзей, это просто вот человек, который вроде бы наговаривает и рассказывает, но рассказывает как-то очень интересно, вот он степ-бай-степ нагнетая. В реальности так не бывает. Второе, если люди бы сидели на заводе, то потери было бы на несколько порядков меньше, потому что попробуй расковыряем камень. Мы, извини, воевали и очень долго штурмовали Алеппо, и мы знаем, что такое убить даже одного боевика, сидящего где-нибудь в руинах. Поэтому речь может идти только о том, что могли расколотить где-то в пустыне. Но в реальности за всем этим стоит совершенно другая ситуация. Давай теперь вот к реальности, сейчас давай закончим вот это вот, значит, прослушивание. Короче, мы пи***ы получили очень жестких нахуй. Сейчас мне пацаны отзвонились, нахуй там сидят, бухают. Короче, блядь, много очень нахуй пропавших без вести. Ну, это, короче, пи***ы вообще там. Ну, блядь, еще одно унижение, блядь, и, ну, короче, с нами нахуй, ну, никто вообще нахуй не считается. Как с чертями поступили вообще? Думаю, что наши задние сейчас рубят нахуй наше правительство, и никто ничего, никакую ответку. Ну, вот так. Никто никого не уничтожит за это, хуй. Вот такие вот у нас потери. Итак, эта версия, значит, это вот анонима, судя по которой, какие-то толпы, толпы российских военных, которые называют ЧВК Вагнер, прямо, судя по всему, сотни. Сотни, это, я так представляю, это же огромная масса людей, еще с техникой. Это же не Ланскнехта, там, 14 века, да, у которого там пик и копье, там, даже там лошади должны быть. А тут, значит, это огромная колонна, 200 убитых в одной роте во второй, то есть человек 800, наверное, шло, или 600, по этой версии, да. И всех, значит, внезапно вот так вот расхерачили. Ну, давай начнем с, опять же, здесь очень важный момент есть, здесь прямая протяжка к нашим военным, которые их бросили. Вот человек, который это сказал, никогда не служил в Вагнере. По одной простой причине. Любой вагнеровец отлично знает, что он не военный. И тренер говорит, объясню, потому что ЧВК Вагнер никакого отношения к Министерству обороны вообще не имеет. У ЧВК Вагнер это частная военная компания, у нее есть вполне конкретный хозяин. Это достаточно известный олигарх, который на свои деньги... Это вот господин Пригожин имеется в виду? Ну, как бы фамилию, видишь, никак не я назвал, ты назвал. Ну, об этом просто пишут в сетях. Да, и у нее есть конкретный хозяин, чьи интересы она, собственно говоря, отрабатывает. Он, извини, не является таким, как это называется, домродушным самаритянином, добрым самаритянином, который ни с того ни с сего оплачивает пребывание нескольких сотен, а иногда и тысяч военных охранников. Тысяч, даже тысяч. Ну, в какой-то момент там находилось, по моим данным, до полутора-трех тысяч, в зависимости от ситуации, ЧВКшников. То есть почти бригада. Ну, так, собственно говоря, она, видимо, и есть, скорее всего, и можно так называть, бригада Вагнера. И иногда так и называют в интернете. Я в этом случае не открываю никакой тайны. Но, повторюсь, это частная организация, у нее частная оплата, а у нее даже награды, которыми рассказывают, что там люди награждаются. Ну, вот Путин награждал, говорят, Путин награждал Вагнера. Нет, то, что, за что Путин награждал Вагнера, это вопрос открытый. Потому что Вагнер является человеком, который выполнял много задач по заданию Родины. Кстати, Вагнер это фамилия? Нет, Вагнер это его позывной, которому был известен на Донбассе. А у ЧВК Вагнера учредила свои награды. У них есть Орден мужества, значит, ЧВК Вагнер. И еще там целая, как бы, серия наград, которыми награждают они сами. Но не Министерство обороны. Да, ЧВК Вагнер в свое время работал или взаимодействовал с нашим Министерством обороны. Почему? Потому что интересы ЧВК неотделимы. Если тогда были от успехов нашей армии. Потому что не будь нашей авиации, нашей поддержки, то ЧВК Вагнер просто бы автоматически уравнялся в возможностях с боевиками. И несмотря на то, что они очень высоко профессионально подготовленные люди, но в этом случае численный певец... Хорошо, ладно. Ты говоришь, не связанное с Министерством обороны. Но оружие, бронетехника, системы артиллерийские, минометы, я не знаю, гаубицы. У них есть тяжелое вооружение? Оружие и технику Вагнер получал через сирийские структуры. А, так даже? Да. То есть это было связано с ними. Напрямую Министерство обороны ЧВК Вагнер не вооружало. Это, опять же... То есть приезжали и сирийцы дальше... То есть они приезжали уже на готовые комплекты, которые эти комплекты были получены через сирийскую армию. Соответственно, в этом случае экипировка и все остальное, это шло, опять же, по частным каналам. То есть, повторюсь, все намеки на то, что российская армия их бросила, правительство их бросило и их бросили, это не более чем информационная вброс и пропаганда. Потому что, еще раз говорю, правительство, президент России напрямую к ЧВК Вагнер отношения не имеет. Ну, если не считать пригоженно. Если не считать пригоженно. Потому что теперь вернемся к самому главному. А как они там оказались? Да. В смысле, вот в этом месте, где ты знаешь, что там случилось на самом деле? Ну, я, по крайней мере, из всех источников, которые есть, там, кстати, американские источники очень на эту тему хорошо... Давай, у нас есть три вида, там четыре источника. ЧВК Вагнер, Министерство обороны России, сирийские источники, американские и, наверное, курдские. Пять источников, по крайней мере. Ну, попробуем идти методом пересечения. На американских источниках, которые реальны, вот их источники, то есть форумы, где сидят их военные, семьи военных, нам есть очень короткое упоминание о том, что подразделение американских спецназовцев при отступлении курдов попало под огонь, вызвало поддержку, их поддержали артиллерии, авиации, был нанесен удар и говорят, что там были русские. Спецназовцы это маринс, морская пехота? Нет, скорее всего, это были зеленые береты, я думаю, что, скорее всего, они, потому что маринс там не работали. Ну, вот, или ССО... А, ну, это в американской армии, это нормальная практика. Да, это нормальная практика, да. Всегда группа имеет радииную связь с авиационно-артиллерийской поддержкой. И что, как бы, было вызвано, была поддержка, и что говорят, там были русские. Там нет ни упоминаний ни о потерях, ни о том, что было, потому что после того, как был нанесен удар, сирийцы отошли, де-факто американцы остались на месте, курды вернулись. Но это район нефтяных полей. Это, собственно говоря, очень дорогое место, которым... Это Ефрат, как я понимаю, да. Это Ефрат, это левый берег Ефрата, который, в принципе, при обсуждении, когда шло обсуждение зоны ответственности, это зона ответственности американцев. То есть, подожди, ситуация, это случилось на левом берегу? Это случилось на левом берегу Ефрата. А как на левом берегу оказался ЧВК Вагнер и сирийцы? Ну, в принципе, здесь нужно опять объяснять. Вот именно этот район считается серой зоной примерно точно так же, как... Серая, это что значит? Это серая, которая не разделена конкретно. Потому что на левом берегу наши были, наши переправлялись на левый берег и наступали оттуда, что называется, ИГИЛу в тыл под Дейрзором. Это было, понимаешь? Поэтому скажешь, нас вообще там быть не должно... Согласие американцев переправлять. Да, но сам вот этот район курдский, он в этот момент не был захвачен ИГИЛом, соответственно. И от него ИГИЛ оттуда не вычищали. Он находился несколько лет де-факто под контролем курдов. И, соответственно, в этом случае его статус был под вопросом. То есть, официально, с точки зрения карты, это сирийская территория. Неофициально, она уже несколько лет контролируется курдами. И, естественно, курдов в этом случае как бы окормляют и поддерживают американцев. Несколько раз туда пытались выйти сирийцы. Это не первая их попытка выйти в этот район. На левый берег переправятся. На левом берегу есть места, но переправятся, взять и зайти в этот район. Вот есть районы, в которых шли боевые действия, там все понятно. А вот этот район, в нем действий не шло. На нефтяных полях боевых действий там не шло. Не ведется. Там сидели курды. Туда никто не лез. Вот этот котел откипел, там все ясно. Здесь мы, здесь они. А вот эта часть, ее даже никто не обсуждал. Она серая. Потому что там не было боевых действий. Что обсуждать? Так вот, как раз по тем источникам, которые есть уже на Сирии, с сирийской стороны, идет речь о том, что некий сирийский очень такой мощный нефтяной олигарх естественно захотел вернуть под сирийский контроль или под свой контроль вот эту группу нефтяных полей. В рамках этого было организовано наступление на курдов, которые там сидели. А с наступления основную ударную часть принимали так называемые ополченцы. То есть это местное ополчение, которое пошло отгонять курдов. И в принципе оно это сделало достаточно успешно. То есть курды побежали. За ними во втором эшелоне шли вот те самые упомянутые ИГИЛ-хантеры. Подожди, это мы их не упоминали. Это сейчас мы первый раз только... Ну ИГИЛ-хантер это подразделение. То, что есть заявление в интернете тоже, вот я видел. Есть заявление, это ISIS-хантер. Вот они имеют сюда. Это заявление, в котором сказано, что мы преследовали ИГИЛ-овцев, они укрылись среди курдов. Мы пошли туда, по нам начали стрелять американцы, мы понесли потерь. Ну я его просто так кратко пересказываю, можно его сейчас найти. Это очень известное подразделение, которое почти всегда работает совместно с нашим ЧВК, которым уже все теперь знают, все о нем говорят. Но вместе с тем все его несколько мистифицируют. Все знают вроде про ЧВК Вагнер, но все делают такие загадочные лица про это ЧВК Вагнер. Что прямо возникает ощущение какой-то, знаете ли, рыцарей черных летящих на крыльях ночи. Ну в какой-то степени, видимо, так и получается, потому что все равно не очень, все равно хочется как бы все это дело признавать. Так вот, как раз в этом случае вылазка вот в этот район, она не была согласована ни с кем. То есть об этом не знала ни наша военная команда, ни наше политическое руководство. Об этом вообще никто не знал. Это была чистой воды самодеятельность сирийцев, в которой приняли участие в определенном отношении, то есть определенное количество наших ЧВКшников. Но они шли в этом случае во втором эшелоне. Их задача была не вступать в бой, а их задача была, после того, как выгонят курдов, взять под охрану объект, интересующийся как бы нефтяной инфраструктурой. И дальше мы уже видели те события, которые мы видели или слышали. То есть фактически это внутренние разборки в ходе гражданской войны. Крупных финансовых, экономических заинтересантов. Которые частично оказались стянуты наши граждане. И никакого отношения к государственным интересам, к предательству России, к предательству этих ЧВКшников несчастных, которые попали под это, не имеет. Никто не хотел их утилизировать. Никто не пытался от них избавиться. Подожди, давай, смотри. А вот эти 200, значит, двухсотых в роте, допустим, у человека переклинило, он там не знает, забыл, сколько в роте, первой бригады. Сколько, на самом деле, по твоей информации, а я знаю, что ты точно знаешь, что там случилось, потому что у тебя, тебе доверяют Министерство обороны, тебе доверяют сирийцы, у тебя разные источники. Вот что ты знаешь о реальных потерях в этой ситуации, в этом бою? Знаешь, я знаю, что сами ополченцы, их потери где-то, по-моему, в районе оцениваются от 50 до 60 человек погибших. Это сирийцы имеются. Да, ополченцы. Тигры или ИГИЛ-хантеры, они заявили в районе 20 своих погибших. Заявили официально. Да, они официально заявили в районе 20 погибших. Насколько я знаю, потери в ЧВК тоже есть, но эти потери, как минимум, на порядке меньше, чем то, что заявляется. То есть, ну, сколько? Ну, то есть, я думаю, что где-то в районе до 20 человек убитыми это максимум. Это я оцениваю, опять же, не имея информации прямо. Знаешь, вот я не стоял и не считал, но по косвенным данным, о которых уже очень хорошо, допустим, там сказал сегодня Роман Сапанков, который очень долго провел в Сирии, который сказал, что когда у нас был обстрел нашей базы, Хмимом, то мы вынуждены были туда, чтобы вывезти раненых, заказать, по-моему, нету пять, нету шесть госпитальных самолетов. Вот чтобы теперь вывезти такое количество убитых и раненых, нужно туда, ну, я не знаю, целую серию бортов в течение недели вывозить. Я еще, опять же, мы можем предположить особую казуистику такую, знаешь, военную, как этим занимались американцы в Ираке, когда сбросить там погибших в накопители и дальше их там по несколько человек в день куда-то вывозить в течение двух-трех недель. Но даже в этом случае это должен быть непрерывный поток гробов в Россию, а раненых ты так не сможешь оставить. А у Вагнара, если они не подчиняются Министерству обороны, то их какие борта должны вывозить? Ну, возить их все равно приходится. Гражданских бортов у нас там нет. То есть они в этом случае, видимо, я могу предположить, видимо арендуют борты у Министерства обороны и ими вывозят. Но никакого потока. Вот если сейчас можно, опять же, проверить очень просто. Можно просто посмотреть на известный сайт «Флик Радар» и проверить, насколько вдруг увеличилось и в каком потоке увеличился... Это сайт, который регистрирует самолеты, летящие в воздухе. И насколько увеличился поток летящих оттуда самолетов и туда. Опять же, куда они идут, и сразу станет понятно, что. Потому что погибших, насколько я знаю, всегда вывозили в Ростов. Но вот, соответственно, раненых в этом случае развозят по госпиталям. Если там, скажем, пошли вместо одного-двух бортов еженедельных, пошли там в день, в сутки, там 10-12 бортов, то это говорит о том, что, конечно, потери большие. Если это незначительно, значит, потери все-таки достаточно умеренные. По моим наблюдениям, по крайней мере, из того, что я на данный момент имею информацию, никаких там 200 убитых нет даже и рядом. Безусловно, потери есть. Любой человек — это любая жизнь, это семьи, это дети, это все, что хочешь. Но, опять же, я повторюсь, мы ведем речь о людях, которые выбрали профессиональную работу в частной военной компании. Военные наемники. Это не солдаты, которые давали присягу, или там не офицеры, как, допустим, погибший в Сирии наш летчик. Это, который выполнял приказ Министерства обороны. Это люди, которые работали по указанию... Продают свое военное мастерство, свою храбрость за деньги. То есть они в этом случае воюют все-таки не за интересы России. Франскнекты, кондотьеры. Они работали, по крайней мере, в этом регионе, в этот день, они работали за интересы своего работодателя. Это очень важная поправка, которая все-таки снижает... Типа вот этой знаменитой американской Black Waters, да? Совершенно точно. У них типа, это и есть ее аналог, только в нашем варианте. И, повторюсь, они в этом случае конкретно выполняли экономический заказ. Но никак не отстаивали... Как и Black Waters тоже выполнял всегда в Ураке экономические заказы. И потери, причем иногда нес достаточно большие потери. Ну, не 200 человек, но по 10-15 человек за сутки они теряли. И никто в этом случае в Соединенных Штатах не устраивал Вселенский войн на тему преданных и проданных ребят из Black Waters. Потому что все это лично понимали, что есть что. Ну, хорошо, давай вот мы, я считаю, завершили с этой темой просто про ЧВК Вагнера. Более-менее нам все понятно. Конечно, хотелось бы с самим Вагнером сделать интервью. Как считаешь, это возможно вообще по большому счету? Думаешь, если его найти? Ну, кто его знает? Я, к сожалению, с ним не знаком, поэтому ничего не могу сказать. Будем стараться это делать. Но перейдем к авиации. Ты сам сказал самолеты отследить. Буквально на следующий день, или даже в тот же день, по-моему, была эта история со сбитым израильским самолетом по израильской версии, несколькими самолетами по сирийской версии. И там иранцы тоже дали информацию о каких-то серьезных потерях, которые понес Израиль. И это, по-моему, за десятилетия первый вообще F-16 израильский, который был сбит. Сколько я понимаю, даже не за десятилетия, а с 1982 года. С 1982 года практически. До этого они один раз потеряли в учебном полете. над Средиземным морем. Да, то есть это событие тоже экстраординарное. Первый вопрос. Вот эти два события, ты считаешь, связаны? То есть разгром американцами вот этой колонны сирийской, да, вместе с вагнеровцами. И эскалация на сирийско-израильской границе в воздухе. Нет, я бы полностью развел. Эти темы между собой напрямую не связаны никак. Потому что первое, это случайность, которая могла произойти за сутки и через сутки. То есть это просто, как бы сказать, дело случая. Во втором варианте, это целенаправленная политика израильтян по-тихому решает свои вопросы на территории Сирии. Вообще израильтяне прекрасно устроились. В Сирии гражданская война. Сирия воюет против ИГИЛ. Израиль, который имел на своей границе ИГИЛ в районе Голландских высот, даже не пытается с ними бороться. Более того, периодически принимает на свою территорию лечиться раненых боевиков из гуманитарных соображений. Но это не фейк, это на самом деле так. Ну, по крайней мере, несколько раз это проходило в разных местах. Но, по крайней мере, опять же, даже на израильских форумах звучало, что Израиль передавал медицинские материалы для оказания помощи раненым, потому что это вот из гуманитарной цели. Ну, хорошо, вот эту вот авиационную коллизию, расскажи, как ты ее знаешь. Ты же наверняка знаешь детали. Ну, все последние там... Во-первых, это был, как мы знаем, не первый удар израильтян по объектам на территории Сирии. Каждый раз, когда что-то возникает такое, что они принимают за угрозу, иногда даже за мниму... Они сразу вылетают и бомбят. При этом Израиль находится в этом случае в привилегированном положении. Фактически, управляемое оружие, которое находится на борту американских самолетов, позволяет наносить удары, практически не входя в сирийское воздушное пространство или входя очень недалеко. Как говорят, чиркое воздушное пространство. Собственно говоря, вся эта ситуация разваливалась на протяжении предыдущих трех дней. То есть, до этого уже дважды израильтяне наносили удары по позициям, которые они называли позиции Хизбаллы или позиции Ирана. Здесь благовидный повод был якобы залетевший иранский дрон. Вот на самом деле залетел? Ну, в этом случае я не могу тебе сказать с полной уверенностью, потому что я не отслеживал это по радарам. Но израильтяне обещали что-то предъявить, но я пока не видел. Почему израильские дроны над Сирией, просто над Ливаном летают свободно? То есть, они могут, а на их территорию никак, да? Безусловно. И после этого было организовано два налета сразу в один день. Которым сирийцы, судя по всему, были готовы? Которые сирийцы оказались готовы, при котором они ответили адекватно. Здесь нужно понимать, что сирийцы были готовы настолько, что те 30-40 секунд нахождения самолетов Израиля в воздушном пространстве Сирии хватило для того, чтобы эти ракеты успели подойти и успели, что называется, нанести удар. А не было ли это ловушкой? Эти вот заманивания, засады, такая шахматная партия в воздухе, она постоянно же применяется? Ну, знаешь, это дело уже для писателей и поэтов. Понятно, да. Потому что в этом случае мы просто можем перевернуть только фактами. В итоге произошел обстрел израильских самолетов. Какими зенитными ракетами? Ты знаешь, из того, что показывают... С-125, говорят, слушай, ну это же бревно просто металичок. Из тех обломков, которые предъявляют сами израильтяне, которые мелькают на видео, это, конечно, двухсотка, что для меня самого очень странно. Потому что С-200 это очень хороший комплекс, он дальнего действия, очень мощная ракета. Но, честно говоря, информация... Как 16-й он разве может достать? Нет, он может достать и вообще свободно. Но проблема в том, что много-много лет никто не знал о состоянии этих комплексов. То есть, модернизировались ли они, не модернизировались. И достаточно долго считалось, что они есть у сирийцев, но не в рабочем состоянии. Вот те обломки, которые предъявлены, они, похоже, действительно принадлежат С-200. Это очень хороший комплекс, который действительно способен сбивать такие самолеты. Но этот комплекс сам не стреляет. Здесь надо понимать. То есть, он стреляет по информации, которую он получает. То есть, это значит, что была использована система предупреждения такая, которая позволила привести в готовность и применить вот этот самый комплекс. Потому что сам по себе является... Это, прямо скажем, не сирийская и не иранская система. Здесь нужно понимать, что эти системы покупал и Иран, и Сирия. Надо понимать, что Иран за последние годы очень много закупил систем ПВО и обнаружения у Российской Федерации. И вопрос, осказались ли они в Сирии, или это было собственное сирийское, вопрос открытый. По другим источникам, сами изоглетяне утверждают, что это были буки. Что были сирийские буки, которые, значит, когда-то были нами им проданы, и вот они их применили. Но есть итог. Итог заключается в том, что один ломбардировщик был сбит. Как минимум, еще один приземлился поврежденный. Это тоже уже по израильским данным. И есть предположение, что еще один самолет тоже получил очень тяжелые повреждения. И то ли сел на вынужденный, то ли разбился. Но, по крайней мере, речь идет о том, что один самолет подтвержденный, два повреждения. Ну, вот подтвержденный, потому что он просто на глазах у всех упал. Там уголокимутся какой-то. Ну, в общем, здесь израильтяне, как наши в советское время, очень долго вообще говорили, что он просто по техническим причинам упал. Просто потом, когда все там начало... Им признать, что у сирийцев появились зенитные системы, которые способны перекрыть небо, это... Ну, по крайней мере, безусловно, если после этого... Тяжело, да? Нужно понимать, что если после этого первое, что сделал президент Израиля, то есть премьер Израиля Натаньяху, это позвонил Путина, то это как бы говорит о той чрезвычайности ситуации, в которой израильтяне оказались. То есть, безусловно, в этом случае задавались Путину вопросы. Безусловно, президент наш на них отвечал. Путин сказал, я не знаю там... Нет, президент сказал, ведь очень, насколько я понимаю, то есть, насколько я помню, комментарий Пескова, что Путин выступил достаточно резко за то, чтобы ни одна из сторон не провоцировала ситуацию в этом взрывоопасном регионе. Да-да-да, он, в принципе, наехал на Израиль. То есть, фактически, это было такое мягкое предупреждение Израиля, что, в общем, есть граница, за которую переходить не стоит, это граница, граница Сирии. Поэтому здесь, конечно, мы имеем качественную ситуацию, опять же, качественную ситуацию даже по отношению российско-израильских отношений. Потому что до этого Россия как-либо вообще воздерживалась от того, чтобы воспрепятствовать Израилю в его каких-то ударах. И даже жестко с ним разговаривать. Да. А здесь явно идет такое очерчивание границ дозволенного. Поэтому, безусловно, для израильян это был очень болезненный щелчок по носу, потому что такой, как бы, удачный авианалет с решением проблем. А, но это же еще не все. Там ведь самая интересная интрига, которая после этого разворачивалась. Она заключается в том, что израильтяне после обстрела нанесли ракетные удары по объектам ПВО в Сирии. И ни один из этих объектов не был уничтожен. То есть, официально, по израильским данным, официально, большая часть ракет, которая была запущена, была сбита. Даже так. То есть, сирийцы сбили большую часть управляемых ракет, которая была по ним запущена. Израильтяне утверждают, что это был панцирь, который Сирия успела купить у России. Но, как бы то ни было, ракеты, которые должны были как бы отомстить, они до цели не дошли. Это, говорит Кэша, совершенно новая ситуация. Это вообще новая стратегическая ситуация. Потому что Израиль безнадежно... Ведь он же господствовал в воздухе. Он бил, бомбил, убивал, кого хотел. Я бы не назвал новой стратегической, потому что нужно понимать, что ВВС Израиля это очень серьезная организация, которая, конечно, имеет очень полное превосходство над любые из стран Ближнего Востока. Но, кроме, пожалуй, Ирана, и то, в общем, оно сравнимо. Но это качественно новая ситуация в сирийском небе. То есть, в этом случае нужно понимать, что любой рейд в Сирию теперь становится чрезвычайно опасным. И, значит, это заставляет задуматься. Ну, мы, конечно, и я лично, и Влад тоже, который много раз бывал в Сирии, верим, что сирийцы и бойцы Хизбалы смогут защитить свое небо от любых бандитов, агрессоров и захватчиков. Это был Максим Шевченко. Мы обсуждали ситуацию в Сирии с Владиславом Шурыгином. Подписывайтесь на мой YouTube-канал.